Это программа о тех, кто принимает решения в Ненецком автономном округе на законодательном уровне. В студии телеканала «Север» Ольга Русул. Здравствуйте! В эфире очередной выпуск информационной программы законодателей в этом выпуске. Собрание депутатов направило обращение в адрес правительства Российской Федерации и Минфина Российской Федерации по оказанию финансовой помощи окружному бюджету. На 30-й сессии в региональном парламенте прокуратура Ненецкого округа представила информацию о состоянии законности и правопорядка на территории Ненецкого автономного округа за 9 месяцев этого года. Александр Лутовинов выступил в Совете Федерации в поддержку федерального финансирования проектов в Ненецком автономном округе. Председатель регионального собрания принял участие в пленарном заседании по федеральному бюджету на трехлетний период. Договор между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа продлен до 2025 года. Соответствующее дополнительное соглашение к договору утвердили депутаты регионального парламента на очередной сессии. Действующий договор о взаимодействии при осуществлении государственных полномочий между Ненецким автономным округом и Архангельской областью предусматривает самостоятельное исполнение Ненецким округом ряда полномочий. Действующий договор истекает 31 декабря 2022 года. Для пролонгации договора в округе была создана рабочая группа. Присутствовали на данной рабочей группе Анна Анатольевна Булатова, Татьяна Васильевна Федорова и Ружников Андрей Григорьевич. Это депутаты плюс сотрудники администрации. Мы долго обсуждали этот вопрос. Предложения, сформированные по результатам обсуждения, были следующие. Было поддержано предложение администрации продлить на один год и предложение депутатов на три и более лет. На сегодня на тех же условиях. Поскольку сами по себе условия пересмотреть между двумя субъектами без федеральных органов это достаточно сложно. Поэтому по результатам предложений комиссии комитета депутатов, когда уже рассматривали, есть предложение продолжить совместно с федерацией работу над данным договором. Но наши предложения администрации губернатором Архангельской области были поддержаны продлить данный договор на три года. Поэтому на сегодня вам предлагается проект дополнительного соглашения о продлении на три года. На самостоятельное исполнение округом государственных полномочий в соответствии с договором между Архангельской областью и Ненецким автономным округом предусмотрено частичное зачисление в доход окружного бюджета налоговых поступлений от федеральных налогов и сборов, собираемых на территории Ненецкого округа. Сегодня на сессии состоялось утверждение, подписание дополнительного соглашения к договору о размещении полномочий между Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Это очередной шаг, мы это делали уже не так давно, полтора года назад, если мне память не изменяет. Это позволит нам планировать бюджет на долгосрочный период, потому что срок планирования у нас истекал в 2022 году, нам нужно планировать на трехлетний период. Ну и это позволит нам дальше вести работу между нашего округа и Архангельской областью по этому соглашению, о чем говорили депутаты, рабочая группа организована. Она начала свою работу, да, не в том темпе, как хотелось бы, но тем не менее работа начата, и мы будем ее продолжать. Собрание депутатов направило обращение в адрес правительства Российской Федерации и Минфина Российской Федерации по оказанию финансовой помощи окружному бюджету. Соответствующее постановление окружного парламента принято в ходе октябрьской сессии. Документ представила председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. По итогам исполнения окружного бюджета за 9 месяцев 2020 года прогнозируется недостаток средств окружного бюджета на исполнение принятых расходных обязательств. В частности, по данным Управления Федеральной налоговой службы России по Архангельской области Ненецкому автономному округу, а также информации за рубеж нефть добыча Харьяга в 2020 году прогнозируется снижение поступления в окружной бюджет налоговых и неналоговых доходов более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, или на 5,8 миллиардов рублей, что может повлечь высокие риски неисполнения расходных обязательств Ненецкого автономного округа. В связи с тем, что на 1 октября 2020 года расходных обязательств, у нас принятых расходных обязательств составляет 5,9 миллиардов, а так как у нас экономика практически полностью состоит из поступлений от нефтедобывающего комплекса, произошло снижение цены на нефть, у нас ожидается поступление всего 2,6 миллиардов. То есть вот такие большие выпадающие. В результате принятых мер по корректировке параметров окружного бюджета и снижению непервоочередных расходов почти на 2 миллиарда рублей, частично удалось стабилизировать ситуацию. Вместе с тем, по результатам исполнения окружного бюджета по состоянию на 1 октября 2020 года, в текущем году прогнозируется необеспеченность расходных обязательств округа средствами бюджета почти на 4 миллиарда рублей. 85% средств окружного бюджета направляется на выполнение первоочередных задач по жизнеобеспечению населения и реализацию социальных прав граждан. Нам необходимо для того, чтобы были первоочередные наши задачи, поэтому мы просим, чтобы подошли первое индивидуально к нашему округу, и второе все-таки предусмотрели вот эту сумму 3,9. Фактически у нас, еще раз повторяю, нам необходимо 5,9, но мы еще раз пересмотрим все наши обязательства, и вот эти 3,9 – это сумма, которая на самом деле просто необходима для округа. Обращение было поддержано всеми депутатами. Документ будет также направлен члену Совета Федерации, представителю от Собрания депутатов, Ненецком автономном округе Риме Галушина и депутату Госдумы Сергею Коткину, председателю Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову и председателю Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову с просьбой поддержать его. На 30-й сессии регионального парламента прокуратура Ненецкого автономного округа представила информацию о состоянии законности и правопорядка на территории региона за 9 месяцев этого года. С докладом выступил прокурор Ненецкого автономного округа Сергей Лапин. В своем обращении прокурор округа обозначил основные направления работы, среди них вопросы соблюдения прав жителей региона в трудовой и социальной сферах, оказание медицинских услуг, обеспечение жильем. На особом контроле остается реализация в регионе национальных проектов. Важным направлением работы органов прокуратуры является надзор за исполнением законодательства. О противодействии коррупции число выявленных преступлений в данной сфере увеличилось на 60%. В настоящее время по результатам расследования в суд направлено 12 уголовных дел данной категории, из которых 10 рассмотрено с вынесением обвинительных приговоров. Вмешательство прокуратуры потребовалось в связи с неоднократно выявленными случаями отсутствия необходимых лекарственных средств в аптечных пунктах, а также невозможность проведения отдельных видов исследований в сельских учреждениях здравоохранения. Оказание медицинской помощи должно быть не только качественным, но и комфортным как для самих граждан, так и для врачей. Кроме того, прокурор отметил, что в регионе остается острым вопрос по объему вводимого жилья. С учетом ранее проведенной органами власти работы на данном направлении, в том числе при поддержке федерального бюджета, жилищное строительство было активизировано. Однако, практически все контракты на строительство и приобретение жилья на сегодняшний день просрочены. При этом со стороны заказчиков, как правило, не принимается мер гражданской правовой ответственности к недобросовестным подрядчикам. Такая работа активизируется только после вмешательства прокуратуры. Актуальным вопросом является обеспечение многодетных семей земельными участками под индивидуальное жилищное строительство и выплаты компенсации. 390 семей ждут земельных участков, еще 328 семей стоят в очереди на получение компенсации. Обращает на себя внимание значительный рост уровня безработицы в регионе. А в сравнении с прошлым годом она увеличилась практически в 4 раза. В связи с этим Сергей Лапин предложил руководителям органов государственной власти округа принять необходимые меры по повышению эффективности реализации государственной политики в сфере занятости, созданию новых рабочих мест, в том числе через механизмы федеральных и региональных программ. Одной из самых эффективных мер реагирования является обращение прокурора в суд, дальнейшее исполнение судебного решения службы судебных приставов. В текущем году фактическим исполнением оканчивались исполнительные производства в сфере экологии, дорожной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, трудового законодательства и иные. Однако в настоящее время на исполнение судебных приставов продолжают находиться 27 исполнительных производств, должниками по которым выступают органы местного самоуправления, государственной и муниципальной организации. В завершении выступления прокурор округа сказал, что для достижения положительных результатов в проблемных направлениях необходима организация постоянного жесткого контроля за реализацией мероприятий, а также персональная ответственность должностных лиц. Сергей Лапин выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в целях укрепления законности и правопорядка на территории округа. Окружные парламентарии рассмотрели законопроект о недропользовании. Этот закон касается месторождений, которые не разрабатываются на сегодняшний день, а таких в округе порядка 30. Принятый законопроект позволит нефтяникам повысить рентабельность разработки месторождений. Законопроект позволит нефтяникам с меньшими затратами разрабатывать неперспективные месторождения для добычи общеполезных природных ископаемых, повысить рентабельность разработки месторождения, что в свою очередь повлечет поступление в окружной бюджет. В том проекте, который мы сегодня приняли, недропользователям разрешается пойти по более простому пути для добычи общедоступных полезных ископаемых, например, песок, щебень. То есть эти материалы нужны для подготовки месторождений, и их приходится завозить с большой земли. То есть, соответственно, логистика, она снижает рентабельность месторождений и их просто не разрабатывает. Мы считаем, что эта мера может позволить нефтяникам повысить рентабельность разработки месторождений и приступить к их разработке. А это, соответственно, поступление в наш бюджет. Жилье оленеводам и чум работницам на заседании комиссии по социальной политике депутаты обсудили условия предоставления жилого помещения оленеводам, а затем рассмотрели этот вопрос в первом чтении на очередной сессии собрания депутатов. Разработчиком законопроекта выступил Департамент внутренней политики Ненинского автономного округа. Это ведомство ведет учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по каждому муниципальному образованию. В настоящий момент в очереди состоят 57 семей. В окружном законодательстве закреплено право оленеводов и чум работниц на получение жилого помещения. Это оленеводы и чум работницы, занятые в оленеводческих хозяйствах округа, в том числе в общинах малочисленных народов. При этом они должны проживать в округе не менее 15 лет и отработать в окружных оленеводческих хозяйствах не менее 5 лет. А также при условии, что на каждого члена семьи приходится менее 9 квадратных метров общей жилой площади. Суть изменений сводится к тому, что мы предлагаем предоставить право сохранение права на получение жилых помещений по договору социального манайма и выступать в качестве заявителей членам умершей семьи оленеводов и чум работниц, которые у нас уже прописаны в категории в законе. В случае, если на момент смерти заявителя это право у членов семьи сохраняется в качестве относительных тех категорий, которые в законе у нас и установлены. Правом получения жилого помещения могут воспользоваться также оленеводы и чум работницы, достигшие возраста 45 лет, для женщин и 50 лет для мужчин, не занятые в оленеводческих хозяйствах на момент предоставления данной меры поддержки. Возвращается социальная справедливость при решении вопроса, когда, ну вот как у нас было раньше, значит, если в очереди стоит оленевод на получение жилья и по какой-то причине, например, он умирает, то в этом случае его супруга, которая также являлась оленеводом и чум работницей, из этой очереди выбывает. И ей приходится вставать заново, с самого начала. Предлагается внести изменения в окружной закон, в соответствии с которым в случае смерти гражданина, стоявшего в очереди на получение жилья, право состоять на таком же учете сохраняется за членами его семьи, которые соответствуют установленными окружным законам требованиями. Избранным представителем от окружного собрания в квалификационную комиссию адвокатской палаты Ненецкого автономного округа. Представлять собрание депутатов Ненецкого округа в квалификационной комиссии адвокатской палаты Ненецкого округа в течение 2020-2022 годов будут нотариус Николай Кольчишков и заместитель директора казенного учреждения Государственное юридическое бюро Александр Злобин. Николай Кольчишков избран в седьмой раз. Он представляет окружное собрание с 2008 года. Согласно окружному закону, в квалификационную комиссию сбираются два представителя от собрания депутатов Ненецкого автономного округа сроком на два года. Представителями от собрания депутатов Ненецкого автономного округа в квалификационную комиссию могут быть избраны граждане Российской Федерации, достигшие возраста 30 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее пяти лет. Кроме того, кандидаты не могут быть депутатами, государственными и муниципальными служащими. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Ненецкого автономного округа создано для приема квалификационных экзаменов у лиц, претендующих на присвоение статуса адвоката, а также для рассмотрения жалоб на действия бездействия адвокатов. Список почетных званий Ненецкого автономного округа пополнится новыми профессиями. Соответствующие изменения в закононаградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа рассмотрены на заседании постоянной комиссии по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, а затем приняты в первом чтении на сессии депутатов, которая состоялась 15 октября. Документ разработан окружными депутатами с целью совершенствования наградной системы Ненецкого автономного округа и направлен на расширение перечня видов профессиональных почетных званий округа. Депутаты предлагают дополнить закон окружными профессиональными почетными званиями. Почетный работник авиации Ненецкого округа, почетный спасатель Ненецкого округа, почетный работник пожарной охраны в Ненецком округе, почетный работник ветеринарной отрасли в Ненецком автономном округе, почетный работник лесоперерабатывающей отрасли в Ненецком автономном округе, почетный работник метеорологии в Ненецком автономном округе, почетный работник в области информационных технологий в Ненецком автономном округе, почетный работник сферы общественного питания в Ненецком округе, почетный работник потребительской кооперации в Ненецком автономном округе. В ходе обсуждения появились предложения о включении дополнительного звания в сфере авиации «Почетный полярный летчик». По результатам обсуждения комиссия рекомендовала Комитету принять проект закона в первом чтении. В дальнейшем работа над ним продолжится с учетом поступивших предложений. Согласно окружному закону, профессиональное почетное звание Ненецкого автономного округа является формой поощрения высокопрофессиональных специалистов, работающих, проработавших не менее 15 лет в организациях любых организационно-правовых форм и форм собственности, действующих на территории округа. Этот вопрос мы обсуждали, что есть некоторые отрасли, важные отрасли в нашем округе, которые на сегодняшний день не отражены в нашем законе. Это такие, как, допустим, авиация, у нас нет такого почетного звания, как почетный работник авиации, торговля, пожарные спасатели, то есть те люди, которые, в общем-то, крайне важны в условиях крайнего севера, так скажем, но по понятным причинам мы их наградить не можем и отметить их не можем. Поэтому сегодня мы вопрос рассмотрели, коллеги поддержали единогласно данный проект и до ноября месяца, да, то есть мы сейчас будем его дорабатывать с учетом мнений и предложений, которые, я думаю, будут поступать, они уже поступают. Окружное звание присваивается за значительные личные заслуги в области производства, науки, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, искусства, государственного и муниципального управления, в других областях трудовой деятельности, а также за выдающееся достижение и высокое мастерство в соответствующей профессиональной деятельности. Александр Лутовинов выступил в Совете Федерации в поддержку федерального финансирования проектов в Ненецком автономном округе. Председатель регионального собрания принял участие в пленарном заседании по федеральному бюджету 2021 года и последующие 2022 и 2023 годы. Затем представители исполнительной и законодательной власти Ненецкого округа на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера рассматривали вопросы, непосредственно касающиеся Ненецкого автономного округа. Главной темой заседания стал процесс реализации постановлений Совета Федерации о господдержке социально-экономического развития Ненецкого автономного округа по итогам дней субъекта Российской Федерации, состоявшихся в конце января нынешнего года. Рассматривались позиции, где регион столкнулся со значительными трудностями, чтобы совместными усилиями найти пути решения. На пленарном заседании, на котором состоялись слушания по бюджету Российской Федерации, перед собравшимися выступил с докладом министр Антон Силуанов. Оценивая текущее состояние тел, министр Силуанов в частности отметил, что нефтеказовые регионы недополучат поступающие налоги в свои бюджеты в этом году. Эта ситуация напрямую касается нас, Ненецкого автономного округа. Министр отметил, что планируется оказать финансовую помощь таким искусственным, как наш, в размере 100 миллиардов рублей. В Ненецком автономном округе в настоящее время выпадающие налоги составляют до 30%. А это реальная угроза для возведения жизненно важных в округе объектов. По словам Александра Лутовинова, в Совете Федерации каждый проект, указанный в постановлении, рассматривается досконально. Где какие трудности есть и как их преодолеть. Мы сконцентрировали внимание на строительство сетей водоотведения в поселок Искателей. Стоимость проекта 1,6 миллиарда рублей. Очистные построенные сетей нет. Сейчас мы решаем проблему по вывозу отходов с помощью активизации машин. Наиболее проблемными проектами названы строительство пристройки главному корпусу Ненецкой окружной больницы, здание инфекционного отделения, а также здание пришкольного интерната на 80 мест в поселке Каратайка. Строительство пристройки позволило бы нам установить в ней установку МРТ, что крайне важно для диагностики онко и других заболеваний. Еще один важный объект – это строительство интерната на 80 мест в поселке Каратайка. В итоге были предложены конкретные даты и шаги со стороны федеральных ведомств для выполнения поставленных задач. На строительство пристройки главному корпусу окружной больницы требуется более миллиарда рублей. Минздрав поддерживает предложение выделения дополнительных средств на строительство социально значимых объектов для округа. Ненецкий автономный округ получил поддержку сенатора. Установлены конкретные сроки 31 октября, при стечении которых должны быть проработаны наши предложения совместно с профильными министерствами. Наши сенаторы от округа Римма Галушина, Денис Гусев, замгубернаторы Ненецкого автономного округа, Наталья Александровна, участвовали в обсуждении на комитете и со своей стороны будут осуществлять контроль за принятыми решениями. В настоящее время бюджет Ненецкого округа в связи с неблагоприятной конъюнктурой на мировом рынке энергоносителей недополучает значительные финансовые средства. Решение этого вопроса позволило бы нам выродить счетладшую и планомерно развиваться. На ближайшей сессии по инициативе бюджетной комиссии планируется рассмотреть обращение в правительство Российской Федерации о выделении региону почти 4 миллиардов для решения инфраструктурных задач и стабилизации бюджета. Министерство обороны должно участвовать в ликвидации накопленного экологического ущерба в Амдарме. В ходе заседания Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера состоялось обсуждение проблемы ликвидации накопленного экологического ущерба на территории Амдарме. По словам участника совещания, спикера законодательного собрания Ненецкого автономного округа Александра Лутовинова, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готово выделить дополнительные средства на эти мероприятия, но только в соотношении 68% на 32% из федерального и регионального бюджета в соответственном. Это серьезная проблема, которая мешает развитию поселка Амдарме. С одной стороны, с другой, необходимо выполнять задачи по очистке арктической зоны от промышленных и иных отходов. Эту задачу поставил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Потребуется дополнительное согласование, после чего этот вопрос будет передан на рассмотрение Комитету Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Депутаты фракции «Единая Россия» обсудили обращение, которое парламентарии намерены направить председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по вопросу оказания финансовой помощи бюджету Ненецкого автономного округа в связи с падением цены на нефть. Заседание фракции «Единая Россия» состоялось в собрании депутатов Ненецкого автономного округа под председательством Максима Арбузова. В работе приняли участие Александр Чурсанов, Матвей Чупров, Анна Булатова, Наталья Кордакова и Андрей Попов. Депутатский корпус намерен направить обращение председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину по вопросу оказания финансовой помощи бюджету Ненецкого автономного округа в связи с падением цены на нефть. Окружные парламентарии также обсудили с новым заместителем губернатора Ненецкого округа Николаем Мироновым перспективы взаимодействия. Николай Миронов вступил в должность 5 октября 2020 года. В администрацию округа он курирует деятельность Департамента цифрового развития, связей и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа и Департамента внутренней политики Ненецкого автономного округа, а также координирует деятельность исполнительных органов государственной власти Ненецкого автономного округа по взаимодействию с собранием депутатов. За 9 месяцев в общественную приемную председателя «Единой России» поступило более 40 обращений. Приемы граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева проходят по средам. С начала введения режима пандемии коронавируса приемная партия не прекращала свою работу и принимала обращения граждан по электронной почте и телефону. За этот период обратились более 20 человек. Всего же с начала 2020 года поступило 49 вопросов. Основные темы традиционно касались жилья, здравоохранения, социальной политики, переселения из ветхого и аварийного жилья, лекарственное обеспечение и качество предоставляемых услуг, социальные выплаты, пособия, благоустройство дворовых территорий. По результатам рассмотрения обращения 12 вопросов решены положительно. Два обращения остаются на рассмотрение в профильных ведомствах. По остальным обращениям жителям региона даны консультации. Ближайший прием избирателей 28 октября. Его проведет депутат окружного собрания Андрей Попов. Записаться на прием к депутату регионального парламента можно по телефону 8-818-53-2-16-90. Следующий выпуск программы «Законодатели» выйдет в четверг, 29 октября, на телеканале «Север». Следите за событиями вместе с нами. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok